Hello, друзья мои, добро пожаловать! Мы вернулись в тени Сэнфора, и с каждой серией становится все страшнее и страшнее играть. То какие-то собаки нападают, то монстры могут кого-то куда-то утащить, то в прошлой серии вообще кому-то голову оторвало. Я вообще боюсь представить, что будет дальше, и главное не играть в эту игру по ночам. Ну а у нас уже серия десятая из двенадцати. Наконец ты узнаешь тайну Писадейры. Наконец-то! Уже хочется узнать, что это за дамочка такая, потому что я помню в прошлой серии мы с вами в какой-то, по-моему, старый монастырь ездили. Какие-то там были монстры в школе. В общем, все, что угодно происходило, и что будет дальше, мне действительно уже интересно узнать. Глава десятая. Тайна раскрыта. Чашка в руках дрожала так сильно, что-то не могла сделать и глотка. Кстати, так и неизвестно. Надеюсь, что нам сейчас расскажут. Все-таки голову-то оторвали, или это был какой-то кошмар. Даже после изрядной порции успокоительного колотилось сердце. Успокойся, у тебя жар. Он мертв. Она его убила. Дрожь усилилась, и чай начал выливаться на пол. Мама осторожно забрала у тебя кружку. Это... это какой-то кошмар. Как мне теперь отпускать тебя куда-то? Я же посидею от страха. Три точки, сказала Джузефина, сидят в своей коротенькой красненькой юбочке. Нет, чтоб халатик какой-то уютненько сесть. Мама умняла тебя. Главное, что с тобой ничего не случилось. И все же, ты нарушила комендантский час. Если бы ты слушалась, что говорят взрослые, этого не бы не случилось. Знаю, прости. Я говорила с мистером Никсоном. Он перезвонит, как только проверят школу. Не переживай. Мне кажется, что с ним ничего не произошло. Может быть, это какая-то иллюзия была. Раздался звонок. Дрожь мгновенно прошла, и ты замерла, прислушиваясь к голосу мамы, разговаривающей по телефону. Ну-ка. Она вернулась через пару минут. Что он сказал? Какая-то мистика. О чем ты? Что сказал шериф? Детка, они ничего не нашли. Даже капли крови. Ну что я вам сказала? Как же так? Я... Я не знаю. Но мне не нравится этот город. Как только отец разберется с проблемами, мы уедем отсюда. Правда? Конечно. А теперь ложись. Таблетки скоро подействуют. В смысле не нашли? То есть я была права, да? То есть подождите, подождите. Давайте вернемся к началу. Там какой-то монстр утащил куда-то Кензи. Нашу вторую подружку, которую мы протупили и не проведали. И оказывается монстра нет. Ладно, допустим, узнаем все дальше. На следующий день вы с Бобби навестили Кенди и рассказали Дереку о произошедшем. В коридоре мальчики разговаривали. Учитывая, что было два свидетеля. То есть это не только мы видели, но еще видел Бобби. Я надеюсь, что он это видел. А тут получается, что ничего там не было. В коридоре мальчики разговаривали. Ты решила воспользоваться моментом и подарить Кенди то, что подготовила для нее. А что я уже успела подготовить? Что я подготовила? Что, увидев тебя, Кенди оживилась. Привет. Здорово. А, букетик цветов. Плюшевая игрушка. Давайте букетик... Давайте игрушку подарим. Мне кажется, наверное, мальчики притащили букетики, а мы подарим вот такого вот няшного енота. Тем более, что я думаю, енотов все любят. Хорошо. Забираем. Это тебе. Такой мягкий. Спасибо. А там она вот, наверное, сказала, ммм, они так вкусно пахнут. Я прям, прям, прям писала сценарий. Она поставила его рядом с другой игрушкой, что лежало у ее подушки. О? Привет. О, начинается. Ты не заметила Люка и вздрогнула, услышав его голос. Я такой страшный. Не знала, что ты здесь. Люк навестил меня. Ты почувствовала себя неловко рядом с Кенди и Люком в одном помещении. Интересно, в каких они отношениях после расставания? Ревность кольнула тебе и тут же заглушилась чувством вины. Ну, нашла время ревновать! Может быть, ты еще сцену тут устроишь? Кенди едва спаслась. А я думаю о том, как бы она не увела у меня Люка. Люк искал твой взгляд, ты это чувствовала. Не выдержав возрастающей неловкости, ты сказала... Эм... Я подожду в коридоре. Кстати, а мы как бы от Кенди должны узнать, что произошло, куда ее, кто утащил, пока это вообще ничего не понятно. Приемной ты столкнулась со Стефани. Она говорила с медсестрой, но, увидев тебя, резко оборвала разговор. Блин, неловкая ситуация. Хотя, с другой стороны, мы позвали на помощь. Джузефина? Привет. Ты пришла ко мне? Ее взгляд упал на дверь в палату Кенди. А, ну да. Навещала подругу. Я хотела к тебе заскочить просто. Не нужно оправдываться. В любом случае, спасибо за помощь. Если бы не ты... Но могла бы ради приличия навестить меня, не считаешь? Да я тоже так считаю! Ну мы же не знали, что там, видите ли, нельзя было выбрать одно, выбрать второе. Там же у нас такой сложный выбор был. Я бы навестила тебя. Не сомневаюсь. Я пойду. Нагану, и ты тебе удачи. Не дожидаясь ответа, она ушла в свою палату. Ну вот теперь, понимаете, мне теперь неловко. Прошло всего пару минут, и в приемной оказался Люк. Он подошел к тебе. Кенди умничка справится. Надеюсь. Она была очень рада тебя видеть. Ну да. У Кенди остались чувства, у тебя остались к ней чувства. Давайте лучше... Ну, про Кенди мы не будем говорить, давайте про него. Нет. Если честно, не уверен, испытывала ли я к ней вообще что-то. Но не будем об этом. О, Люк, какая честь. И тебе привет, Дерек. Надеюсь, не довел Кенди до слез. Прошлый твой визит к ней закончился именно так. Расставание это всегда неплохо. Неплохо, непросто. И ты бы не лез, куда не просят. Три точки. Здесь не место вашим разборкам. Джозефина права. Не буду вам мешать. Мне пора. Знаете, Люк очень сильно выбивается из этой компании. И как-то они все такие вот... Дружеская такая вот компашка. А он какой-то даже не то чтобы из компании выбивается. Он, по-моему, вообще из этого города выбивается. Он осторожно обнял тебя. До встречи. До встречи. Че-то Дерек не очень доволен. Дерек провел Люка взглядом. Ненавижу этих сновов. Ну, перестань ты. Вы вернулись в палату. Надеюсь, у нас действительно не будет каких-то конфликтов с Кенди. Рядом с Кенди уже сидел Бобби. Три точки. Она бросила на вас испуганный почти звериный взгляд. Не переживай, прошу. Я не хотел. О нет, замолчи. Кенди схватила себя за волосы, будто хотела вырвать их. Что с ней? Нет, 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 нет. Она закрыла уши руками, качаясь взад-вперед, царапая до крови руки. Дерек сжал плечо Бобби. Что ты ей сказал? Ничего, только то, что ее похитила мисс Бейкер. Замолчи. Идиот. Тише, Кенди, ты в безопасности. Ты коснулась ее лица, но она вдруг вздрогнула, замотала головой, завопила. Не прикасайся ко мне! Она начала плакать, укрываясь одеялом, и ее тяжелые всхлипы создавали впечатление, что она задыхается. Вали отсюда! Дерек, я же не хотел! Удирайся! Кенди, прости. Плохо. Но все, хватит. Кенди сорвалась с места, прошлась вдоль комнаты туда-обратно. Мне... мне тяжело это вспоминать. Ты бледная, может, воды? Надо подышать свежим воздухом. Она выскочила на улицу. Постой! Кенди уже сидела на крыльце, когда ты вышла за ней. Можно? Да. Прости, что напомнила обо всем. Не извиняйся, ты не виновата. Мне было тогда так страшно. Я даже не помнила, что со мной случилось, но страх сидел во мне, не проходил ни днем, ни ночью. Спустя годы некоторые воспоминания начали возвращаться ко мне. Снова пробуждая тот тотальный ужас, бесконечные бессонные ночи в борьбе с собственными кошмарами. Что же она вспомнила? Ну, давайте спросим. Мне кажется, она вспомнила, как ее похитили, может, или где она была. Может, если ты расскажешь, тебе станет легче? Не знаю. Стоит ли снова ворошить полузабытые? Подожди, я на тебя кристаллы потратила, и ты мне еще тут выпендриваться начинаешь. А надо ли ворошить? А не надо ли ворошить? А то мне так это все, вот прям вот эта вся ситуация очень нравится. Она помолчала немного, а затем тихо начала говорить. Все воспоминания о тех днях невнятны и разрознены. Но больше всего я запомнила одну ночь. Пожалуйста, помогите, пожалуйста. У меня нет сил кричать. Веки такие тяжелые. Мамочка. Вжих. Ооо. Вжих-вжих. Она, она снова пришла. Помогите. Ну ты жуткая бабена. Писадейра. Ха-ха-ха. А, тут надо еще какую-то кривую хмылочку. Пожалуйста. Из темноты вышла Писадейра, навитая в воздухе. Ее ноги едва касались пола. Она нагнулась над Кенди и взглянула на нее. Три точки, сказала Писадейра. Затем обернулась на озеро и посмотрела на водную гладь, что отразило ее страшное лицо. Ты что, сама испугалась? Впервые себя увидела? Она взмахнула по воде и брызги полетели во все стороны. Я... Я так больше не могу. Кенди расплакалась, но от страха слез не было. Из груди вырвались лишь схлипы и хриплые стоны. Три точки. Писадейра обернулась на Кенди и выражение ее лица потеплело. Стало грустным. Обидка. Она коснулась щеки Кенди. Пожалуйста, пустите меня. В ее движениях было что-то ласковое, материнское. Три точки. Писадейра резко выпрямилась, взлетела вверх, скрывшись в кронах деревьев и рассмеялась. Но смех был странным, надрывающимся. Это... Это не смех. Она... Она так плачет. Чего? Это, наверное, тот момент был, когда мы ее чуть не потеряли в болоте. Я... Я до сих пор иногда просыпаюсь от ее смеха и почему-то чувствую ее боль. Почему... Почему мне за нее так больно? И когда кто-то смеется, я каждый раз задумываюсь, что кроется за этим смехом. Кенди закрыла лицо руками и тяжело вздохнула. Этот смех в голове... Сколько в нем боли! Когда же... Когда же я смогу жить дальше? Кенди... Ты справишься. Сегодня мы в последний раз окунаемся с головой в прошлое. За рассветом ты сможешь оставить все позади, что с тобой произошло. Ты права. Спасибо за поддержку, Джозефина. Ты всегда могла поддержать. Так они у нас улучшились в прошлом или в будущем, или в чем вообще? Вы молчали, глядя на луну и вспоминая прошлое. Как много всего осталось позади. Кажется, это происходило не со мной. Пойдем в дом. Я пришла в себя вроде бы. Конечно. Допустим. Вы как? Все хорошо. Боже, какой ужас. В чем дело? Из-за влажной погоды у меня начали пушиться волосы. Кенди, ты не изменилась. Она стала приводить себя в порядок. Ты наблюдала за тем, как Кенди крутилась у зеркала и решила тоже поправить прическу. Подожди, да не хочу я тратить сейчас кристалл на твою прическу. Она пошла в салон и решила... Давайте ее сейчас подстрижем. Ну, кудрявые шикарные. Да, вот прям сейчас она пошла и сделала себе челку. Я прям верю. Конечно. Я сейчас тебе что-то... Вот, а мне хвост нравится. Ну, в хвост я еще поверю. Она собрала волосы. Но пошла, сделала укладку, еще и покрасилась. Ладно, давайте светлые возьмем. Ну, чисто жалко сейчас тратить на нее кристаллы. Вы устроили тут салон красоты? Это помогает расслабиться. Вы с Дереком встретились взглядом. Три точки. Три точки. Он так изменился. Дерек замер в ожидании, когда вы с Кенди закончите прихорашиваться. Он все еще смотрел на тебя, и глаза его были затуманены размышлениями. Мы слишком долго смотрим. Давайте продолжим смотреть. О чем он думает? Три точки. Он думает о трех точках, а ты о чем думала? Его лица не выражала никаких эмоций, но взгляд был тяжелый, изучающий. Впервые ты засмущалась Дерека. И, несмотря ни на это, не отводила глаз, принимая вызов. Да, я все, закончила. Вы сели на места. На чем я остановилась? Ах, да. Я вышла в приемную вместе с Бобби. Что это у нее вообще за странная ухмылочка? Дерек беспокоится за Кенди. Не бери в голову. Знаю. Я не хотела ее расстраивать. Не ожидал такой реакции. Какой же я дурак. Мы не в силах стереть у Кенди воспоминания. Единственное, что мы можем, это докопаться до правды. Ты хочешь, чтобы мисс Бейкер утащила нас так же, как Кенди? Или того хуже? Она нас не тронет, мы знаем о ней и будем... Ну, мы знаем о ней и будем на чеку. Не станем лезть на рожон. Главное быть осторожными. Как это поможет нам в борьбе с ней? Да и какая борьба, она же монстр. Бобби задрожал, сложил руки перед собой. Мы не будем с ней драться. Мы просто узнаем, как защитить себя и вот и все. Как у тебя все легко? Ну и что ты предлагаешь? Предполагаешь, поговорить с лесником, о котором говорила настоятельница. Ты взяла Бобби под руку и потянула к выходу. А он вообще с нами захочет пойти? Что, прям сейчас? А когда? Когда мисс Бейкер снова доберется до Кенди? Ладно. Ты любишь неприятности Джузефина. Не в этом дело, я их просто не боюсь. Да, конечно, не боишься. Да, конечно, знаем, как ты их не боишься. О, знакомый домик. То есть, получается, мы приехали в домик к этому леснику. Ну, допустим. Спустя час блуждания вы, наконец, нашли то, что искали. Что, здесь живет лесник? Похоже на то. Мы обошли почти все озеро, тут нет других домиков. Какое стрёмное место. По-моему, здесь уютно. Ты постучала в дверь. Три точки. Еще раз. Три точки. Тут никого нет. Кого еще привело сюда? Постой. Дверь распахнулась. Три точки, сказал лесник. Что вы здесь забыли? Нужно, чтобы он нас пустил. Нам нужна ваша помощь. Я что, похожа на мать Терезу. Бах. Он закрыл перед вами дверь. В смысле? То есть, его не волновало то, что нам нужна помощь? Мало ли, может, медведь напал. Так вот он. Тот самый лесник. Оказывается, он был не очень дружелюбен. Ну, что есть, то есть. Ты снова постучалась. Убирайтесь! Мы не уйдем. Мы можете хотя бы нам дать отдохнуть пару минут? У нас болят ноги. Разве это моя проблема? Пошли, Джозефин. Он не откроет. Вы уже уходили, когда дверь скрипнула и отворилась? На пять минут. О, нужно особое приглашение? Нет, спасибо. Ну, это хоть радует. Внутри было прохладно. Едва теплее, чем на улице. Вы сели на диван. Лесник достал несколько чашек. Что вы делали вдали от города? Вы с Бобби переглянулись. Ммм, искали кое-что. Очередные любители лягушек? Ну, типа того. Вот чай, сахара нет. Спасибо. Как-как перевести? Просто сказать, расскажите нам про Писадейру. Боюсь, он вышвырнет нас, как только я упомяну Писадейру. Вы живете здесь один? Да. Недавно? Он посмотрел на тебя, посощурив глаза. Достаточно. Три точки. Так что вы искали, говорите? Одного человека. Зачем он вам? Возможно, он знает ответы на наши вопросы. Вы внимательно смотрели друг на друга, будто пытались прочесть мысли. С чего это вы решили? Десять лет назад он посетил монастырь и, так же, как и мы, спрашивал кое о чем. Блесник опустил глаза на ваш полудопитый чай и вдруг встал, вырвал кружки из рук. Думаю, вам пора. Но мы только пришли. Уходите. Нет, нельзя упустить шанс. Ты замерла у прохода, отказавшись выходить. Почему вы ее искали, скажите? Не понимаю, о чем вы. Он начал насильно выталкивать вас. Она похитила нашу подругу, прошу. Тогда ей ничего не поможет. Бах. Лесник захлопнул дверь. Ну, а что ты думала? Откройте. Оставь его. Ну, ну что нам теперь делать? Я не знаю, ему плевать, он бы нам не помог. Изо рта шел пар. Ты обхватила себя руками, пытаясь согреться. Ладно, пошли. Дверь снова открылась. Заходите. Три точки, три точки. Так же выгнал он и затолкал вас обратно в дом. Ну, понятное дело, что у него, наверное, тоже какое-то недоверие есть. И что случилось с вашей подругой? Как давно это существо похитило ее? Ей удалось сбежать. Но мы боимся, что Писадейра вернется за ней. Или за кем-то из нас. Удалось сбежать? Да. И эта тварь в нее не вселилась? Вселилась? Некоторое время лесник не двигался, затем посмотрел в окно, задернул шторы. Она за вами следит? Писадейра? Не произноси ее имя! Откуда вы о ней знаете? Он сел на диван и провел рукой по лицу. Прошло столько лет. Лесник с недоверием оглядел сначала тебя, потом Бобби. Что с вами случилось? Ну, давайте после него. Тогда мы зашли в тупик. Потому что я ни слова не скажу, пока не пойму, что происходит. Кто знает, может сейчас она сеет в вашем теле, как пьяка или как зараза. Лесник подскочил, схватил топор с дивана и стал размахивать им. Три точки! Мы уже уходим, уже уходим, да, Джозефина? Инстинктивно ты подняла руки вверх, сделала пару шагов назад. Нет, мы не уйдем. Нам нужна ваша помощь. Как же вы не понимаете? Лесник опустил топор и рухнул на диван. Мне тогда тоже нужна была помощь. И кто мне помог? Прошу, расскажите, что с вами произошло? Какая разница? Это ничего не решит. Не все же. Я прикупила немножко алмазов, давайте уже все-таки узнаем каждую деталь. Надеюсь, нам все расскажут сейчас. Это существо выбрало мою жену. Оно всегда выбирает слабых. Сначала я не обратил внимания на мелкие изменения в ее характере. Она стала раздражительнее, вдруг начала уделять много времени Маргарет, нашей дочке, которая, хотя раньше, едва смотрела в ее сторону. Хуя первое время меня это удивляло, но вскоре насторожило. Ее любовь к ребенку перешла во что-то болезненное. Однажды ночью, пока я спал, жена забрала дочку и пошла с ней в лес. Маргарет была без верхней одежды, в одной сорочке. После этого она запалела пневмонией. Но... Папа! Я здесь! Папочка! Из ее горла доносились хрипы. Лесник осторожно коснулся лба дочери, в порыве встал и прошелся по комнате. У нее жар уже почти неделю. Папочка! Я здесь! Мне тяжело дышать. Э-э-э. Все будет хорошо. Бам-бам. В дверь стучали так сильно, что казалось, она вот-вот сорвется с петель. Бам-бам! Это мама стучится? Не обращай внимания, детка, спи. Мама сказала, что она всегда приходит первая. Потому что она первая на ябедничала. О чем ты? О писадере, папочка. Мама просила звать ее так. Э-э-э. Маргарет положила голову ему на колени и закрыла глаза. Леснику хотелось встряхнуть ее, хотелось закричать «Не засыпай!». Причувствие приближающейся трагедии разорвало его изнутри. Но он молча гладил ее волосы. «Засыпай». Бам-бам. В дверь продолжали настойчиво стучать. «Открой мне! Открой!» «Ты больше не прикоснешься к моей дочери, ты больше не моя жена, ты больше не она». Хриплое забейнее Маргарет начала утихать. Сначала лесник не обратил на это внимания, но вскоре понял, что-то не так. Три точки. Слишком тихо. Маргарет! Три точки. Маргарет, детка! Три точки. Маргарет! Он начал трясти дочь, но она точно тряпичная кукла безвольно повисла у него в руках. Маргарет! Моя маленькая девочка, о нет! Маргарет. За дверью тоже стало очень тихо. Бам. Последний сильный удар выбил ее. Ой, фу! Жесть какая! Слушайте, это уже какие-то ходячие мертвецы! Ты? Ты убил ее? Что? От виды этого существа, уже даже внешне не похожи на его жену, лесник попятился, прижимая к груди ребенка. Растерянное лицо существа вдруг сменилось злобной улыбкой. Ха-ха! Она прыгнула на стену, не переставая смеяться. Выстрелить по страце... Выстрелить, наверное? Убирайся! Лесник держал под рукой оружие, достал его и направив на существо. Три точки. Ты не моя жена! Рука задрожала, пальцы замерли на курке. Ты не моя жена! Бабах. В смысле, промазал, что ли? Она отскочила в сторону и вывела оружие. Все, откатилась слишком далеко, не дотянусь. Лесник прижал дочку еще сильнее. Не подходи! Жена прыгнула на другую стену. Несколько долгих секунд смотрела на них, словно изучая. А затем закричала так, что лесник вместе с дочерью... Лесника вместе с дочерью отбросила волной к стене. Выгибая конечности в разные стороны, жена выскочила из дома. Моя Маргарет. Он убрал пряди с лица дочери, слезы его падали на ее щечки, отчего казалось, будто она плачет вместе с ним. Слушайте, это какая-то слишком жуткая история! Маргарет умерла. Ее было не вернуть. Но я решил разобраться в том, что произошло. Я стал поднимать архивы. Пошел в монастырь, но мало что узнал. Тогда я попытался изгнать этого демона из жены с помощью священников, молитв, но ничего не помогло. В то же время люди начали пропадать. Я понимал, что, возможно, это моя жена, но не ходил в полицию. Просто не мог так поступить с ней. Я до последнего надеялся, ухаживал за ней, запирал в попытках защитить остальных. Однажды я вернулся домой, но ее там не оказалось. С тех пор я не видел ни жену, ни это существо. Вот моя история. Я не смог уберечь свою семью. Это существо вернулось, и оно не остановится. Он скачал, снова взглянул в окно. Зачем вы ко мне пришли? Вы принесете с собой Писадейру. Но нам нужна помощь. Я не могу вам помочь. Вам лучше уйти. Но. Это теперь не моя забота. Не моя. Лесник открыл входную дверь. Уходите. Пойдем, Джозефина. Три точки. А на что они надеялись, что он с ними будет охотиться? Вы с Бобби вышли из дома лесника, расстроенными, потерявшими последнюю надежду. Если лесник не справился с Писадейрой, что мы можем сделать против нее? Как мне теперь спать, зная, что она в любой момент может прийти за мной моими близкими? Вы сели у берега озера, кидали камни в воду и размышляли. Он сказал, что Писадейра придет за нами. А вдруг ее разозлит, что мы узнаем о ней? Давай прекратим, пока не поздно. Уже поздно, Бобби. Мы зашли слишком далеко. Это безумие. Так не бывает. Не могу поверить, что это тупик. Мы бессильны перед ней. Ты только сейчас-то поняла. Из-за тебя мы чуть не погибли. Должна быть еще какая-то зацепка. Нет в мире таких проблем, которых нельзя решить. Со смертью нельзя бороться. Если ты еще не поняла, Писадейра мертва. Да, мертва. Тело Эйры нашли несколько месяцев спустя в глубине леса. Она до сих пор похоронена на старом кладбище около монастыря. Я так и думала, что, скорее всего, они должны на кладбище все-таки еще сходить. Я знаю, ты уже устал, Бобби. Но давай заглянем на кладбище, где она похоронена. Чего? Бобби подскочил, отряхнулся, продолжая возмущаться. Совсем безумен со своими поисками. На кладбище. Ты еще скажи, что нужно обязательно идти ночью. Как раз-таки лучше заглянуть до темноты. Последняя попытка. И больше мы не будем в это лезть. Нам останется только надеяться, что она больше никого не тронет. Я готов надеяться уже сейчас. Идти на кладбище не обязательно. Бобби. Без тебя я не справлюсь. От меня толку не будет. И все же лучше, чем идти самой. Зачем ты вообще приехала в этот город? Девушка, неприятность. Вообще-то я хочу вас всех спасти. Рискуя моей жизнью. Спасибо. Так ты пойдешь со мной? Ты не оставляешь мне выбора. Клянусь, это в последний раз. Чтобы не попасться на глаза монахиням в монастыре, вы решили пойти в обход. Тем более дорогу вы уже знали и не боялись заблудиться. Я думала, мы больше сюда не вернемся. Я тоже так думала. Он снова, как в прошлый раз, подошел к каменному полуобвалившемуся строению. Когда-то вокруг него было много деревьев, уходящих высоко в небо. Будто сама природа пыталась скрыть это место от посторонних глаз. Сейчас остались лишь огромные пни. Стремно. Колодец. Ты встала рядом с Бобби. Похоже на колодец. А ну хватит ты та самая мои мысли читать! Вероятно, это и было, когда это колодец. Ау-у-у-у! Ау-у-у! Прекрасно. Раздалось эхо. Звучит пугающе. Хватит дурачиться. Я хочу вернуться домой до темноты. Ну да, я тоже. Р-р-р-р. Бобби замер, схватился за горло и затем судорожно начал лезть в карман штанов. В чем дело? Достал ингалятор, затряс им, а тот выскользнул из рук и упал в пропасть позади. О, нет. Бобби навис над пустотой, уходящий вниз, вытянув руку. Мой ингалятор! Я... я... уронил его! Что мне делать? Ничего, мы сейчас вернемся и купим новый. Я... я зады... зады... Он стал сильнее хрипеть и тяжело дышать. Тебе надо успокоиться. Не паникуй, ладно? Сделай медленный вдох и выдох. Эх, вот так. Еще. Пожалуйста. Трудно дышать. Поддержись немного, ладно? Я сейчас достану ингалятор. Ты осторожно перекинула ноги, и они повисли над пропастью. Все тело тряслось. То ли от неизвестности, что ждало тебя внизу, то ли от того, что Бобби задыхался. Ты аккуратно повернулась, схватилась за выступающие камни и медленно начала спускаться вниз. Господи, что я творю? Ты другу помогаешь, идиотка! Сердце колотилось в груди. Ты слышала свое дыхание, отражающееся от серых... от сырых каменных стен. Еще немного. Небо над головой было все дальше и дальше, а ты спускалась все ниже. Понемногу тьма поглотила тебя. Ты уже не видела, за что цепляешься. Долго очупывала камень, прежде чем повиснуть на нем. В какой-то момент... рука соскользнула. Схватиться за правый, за левый. Ну, давай спрыгнем. Ты надеялась, что почти добралась. Надеялась, что земля совсем близко. Поэтому оттолкнулась и спрыгнула. Ах, нет, слишком высоко. Нет! Вам. Резкая боль пронзила... Ага, к летальному исходу. Прекрасно. Ну, сейчас будем с вами выбирать правый, левый, средний, центральный. Так, давай за правый попробуем. Ты потянулась к ближайшему камню. Крепко вцепилась в него. Хрыщ. Он раскрошился, понятно. О, нет. А, БВГД и Ж, мы упали. Значит, к левому нам нужно камню. Все понятно. Так, ну давай. Ну, тут, как вы понимаете, нельзя предугадать, к какому. Схватиться за левый. Ты потянулась к дальнему. Рука снова соскочила. В смысле? Но в последний момент тебе удалось удержаться за него. О, ну... Ты приложила все силы, чтобы не упасть и немного подтянуться. Ногами нашла опору. Спокойно. Все хорошо, я цела. Но тут камень под тобой снова провалился. Найти опору слева. Давай справа. Ты вытянула руку правее. Здесь, здесь почти гладкая стена. Я не могу тут спуститься. Хрыщ. Камень под тяжестью другой ноги раскрошился следом. Ну, вот и все. Мы опять с вами упали. Хорошо, значит, надо слева и слева. В какой-то момент рука соскользнула. А, сначала за левой. Потом, значит, снова за левой. Давай смотреть. Держалась. Все в порядке. Мы продержались. Спокойно ты цела. Снова провалился. Значит, нам нужно с левой стороны. В смысле? Я же выбрала слева. Алло. Ты вытянула руку левее. Хрыщ. Камень под тяжестью другой ноги раскрошился следом. В смысле? Подожди. Сжал А. Сжал выступ. Левая часть колодца сохранилась лучше. Будут держаться этой стороны. Ты двигалась медленно и осторожно. Еще немного и... А! Что А? Где А? Обе ноги соскользнули, и ты не смогла удержаться. Бам. Ты почувствовала холод от сырой земли. Кое-как встала, отряхнулась, но из-за удара в глазах потемнело. Ты замерла, пока головокружение не прошло. Ох. Вроде бы цела. Огляделась. Пахнет болотом. Подняла ингалятор. К счастью, он был цел. Из-за этой маленькой штуки я чуть не погибла. Ты... Ты как? Подняв голову, ты увидела лишь склоненный силуэт Бобби. Вроде жива, а ты? Вроде тоже. Еще немного, я уже поднимаюсь. Просто. О-оу. Постой. Здесь что-то есть. Ты опустилась на корточки, чтобы разглядеть, что в углу. Кости, небось? Что там? Это кости. Откуда? Откуда здесь кости? Они были завернуты в проходившуюся старую ткань. Ты хотела развернуть ее, но от твоих прикосновений она тут же обратилась в пыль. Интересно, сколько это пролежало здесь? Было темно, и пришлось сесть на корточки, чтобы разглядеть, чьи это кости. О-оу. Это... Это череп ребенка. Зашелестели листья, ты услышала это даже на дне колодца. И вместе с ними раздался детский плач. Звук отразился от стены, от чего он слышался отовсюду. О-оу. Значит, она близко, что ли? Совсем, как в парке со Стефани. Вот. Что-то блеснуло, привлекая внимание. Здесь... Здесь еще что-то. Среди костей ты заметила полусгнившую веревку. О, деревянный крестик. Опять, что ли, как в этой школе было? Крестик, я его уже видела. Голова снова загружилась, все потеряло очертания, и ты провалилась в бездну. Ты выглянула в коридор. Повсюду была вода. Затопила, что ли? Ты замерла, ощутив что-то под ногами. Долго не решалась поднять, но вот твои руки опустились в жидкость. Пальцы нащупали веревку. Не слышу. Тише, вот сейчас. Ага. Это... это ребенок плачет? Похоже, оттуда. С детьми всегда так. Если что-то идет в разрез, их интересам сразу бунтуют. У вас есть дети? Лицо мисс Бейкер перекосилось, как часто бывало на уроках. Мама смутилась, не привыкшая к подобному. Да, есть. Как чудно, мальчик или девочка? Три точки. Она стала раздражительной, вдруг начала уделять много времени Маргарет. Нашей дочке, хотя раньше, едва смотрела в ее сторону. Первое время меня это удивляло, но вскоре насторожило. Ее любовь к ребенку перешла во что-то болезненное. Однажды ночью, пока я спал, жена забрала дочку и пошла с ней в лес. Поговаривали, она что-то украла и убежала. Ее нашли и заточили в монастыре, но украденное она так и не вернула. Эйра рвалась наружу и в итоге убила одну из монахинь, скрывшись в лесу. Ой-ой! Ой-ой! Джозефина! Джозефина! А-а-а! В ушах стоял звон. Прошло несколько секунд, прежде чем пелена полностью прошла. Джозефина, ты... как? Все хорошо, кажется. Видимо, я сильно ушиблась. Кое-как встала, перед глазами все поплыло. Ноги дрожали. Ты схватилась за голову. Надо подниматься. Снова посмотрела на кости, на крестик, сжатый в руке. Внутреннее предчувствие и мелькавшая догадка заставила тебя через страх и брезгливость собрать все кости, что ты нашла здесь. Ты порвала верхнюю одежду, переложила находку в лоскуток и затем привязала к руке. Осмотрительно сначала подним... Осмотрительно начала подниматься вверх. То есть уже проблем никаких с поднятием не было. Вскоре яркий свет ударил в глаза. Бобби тут же выхватил ингалятор. Он прыснул еще раз и глубоко вдохнул. Так-то лучше. Спасибо, Джозефина. Я рада, что все обошлось. Но зачем тебе кости? Ты осторожно развернула их. Три точки. Сколько лет этим костям? Много. Очень много. В чем дело, ты какая-то бледная. Кажется, я знаю, что случилось с Писадейрой. И что же? Ну, я будто бы увидела все своими глазами. Нет, в смысле? Подожди! Я же выбрала первый вариант. Настоятельница сказала, что Писадейра что-то украла. Что, если она была беременна? Когда она родила, ребенка хотели забрать, но она украла и скрылась в лесу. Скорее всего, ее пытались вернуть. Эйра решила скрыться от преследования и спрятала ребенка в этот колодец. Ты указала на полу разрушенное строение. Ее поймали и вернули в монастырь. Посмотри на эти пни. Когда этот колодец был окружен деревьями, он был почти не заметен. Я думаю, когда Эйра сбежала из монастыря, ей так и не удалось его найти. Вы снова посмотрели на Костя. Не понимаю, как мы могли вообще вляпаться в эту историю? Ну и что нам теперь делать? Ты по тоже завернула останки в ткань. У меня есть план. О, я знаю, какие у нас тут обычно планы. Ну, обычно у нас... Ага, все-таки смелость у нас идет вперед. Осторожность. Имидж мы прокачали немножечко. И у нас есть с вами один алмазик. Ну что, нажмем кнопочку продолжить. Такс, у нас уже будет какая? У нас уже с вами будет серия 11. Я думаю, что мы ее продолжим уже в следующий раз. Эта серия оказалась достаточно длинной. Я думала, что она будет обычно, ну, сколько там, по 20-25 минут. Но тут у нас, мне кажется, почти минут на 40, наверное, вышла серия. Но согласитесь, она была достаточно интересная. Мы узнали про Писадейру больше. И мы нашли кое-что с ней связанное. 11 серия у нас будет посвящена... Ваша встреча была неизбежна. Но кто из вас переживет ее? Ты или Писадейра? То есть мы наконец-то встретимся с вот этой немного стрёмной дамочкой, похожей немножко на Сталандерину. Я надеюсь, друзья мои, вам понравилась эта серия. И мы с вами узнаем, что будет дальше уже в следующем видео. Поэтому обязательно поддержите ролик лайком. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Ну и, конечно же, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Увидимся уже в новых видео очень скоро. Хорошего вам настроения, добра позитива. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok